Есть люди, которые еще лучше держат удар. Мы сделали из этого настоящее шоу события, и они могут этим событием, и сейчас прям порадуют им, на сообщество реконструктора. И вот уже восьмой международный чемпионат по средневековым боям. Почему восьмой, если тринадцатый? Кубок Динамо, хотя и тринадцатый. Кубок Динамо 2018. Я плохо в средневековых этих цифрах. Цифрах? Понятно. Это даже из средневековых. У нас в гостях Кирилл Артищев, боец, член команды WMFC, организующий чемпионат мира кубок. Это у меня пенсионерская. Кирилл сейчас скажет, как правильно. И Алена Анисимова, топовый боец женской сборной Российской Федерации по средневековым боям, чемпионкой мира по историческому средневековому бою. И всех остальных женщин. Да, и не только, наверное, женщин. Кирилл, как правильно произнести название вашей команды, чтобы мы больше не путались. WMFC. Как? WMFC. Это аппликатор с английского языка. А расшифруйте тогда уж. World Medieval Fighting. 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 Жизнодные средневековые бои. Так, давайте сразу. 3-4 ноября уникальное событие. В чем уникальность? Что там будет? Это расскажите, чтобы мы сразу это уяснили. Стоит понимать, что в первую очередь это не только спортивное мероприятие. Ну, соответственно, оно им является, но это не только это. Это полноценный, если можно его так назвать, средневековый фестиваль. Это праздник средневековой культуры, в который будет представлена как спортивная часть. То есть команды будут сражаться. Значит, также будет представлена историческая кухня, интерактивы для маленьких детей, для взрослых, для любого возраста. Значит, будет историческая часть, то есть какие-то исторические события описываться. Будет конкретно человек все это рассказывать, чтобы все это было интересно, все это происходило. Ну, то есть, еще раз, зрелище образовательное и развлекательное части. Интерактивное. Это очень важно. То есть, да, там можно будет поучаствовать, можно будет просто посмотреть. А поучаствовать в чем? Ну, я один раз был на подобном фестивале, там, да, в общем-то, можно было как-то чего-то попробовать. В чем участвовать? Просто походить, попокупать что-то или прям реально чем-то там мечом помахать? Да, верно. Там будет и средневековая ярмарка, то есть можно будет приобрести какие-то эксклюзивные вещи ручного производства. То есть это не штамповка, а вот непосредственно человек это делал руками. Помимо этого будет, как минимум, детский мягкий меч, так называемый, это, ну, мягкий меч, в общем, вы увидите. Это для меня. А это, подождите, а это надо заранее ребенка регистрировать? У меня практические вопросы, чтобы он там... Или он придет и может поучаствовать сходу? Нет, это не травмоопасно, и можно приходить, пожалуйста, все покажут, объяснят. Ага, вот это хорошо. Скажите, пожалуйста, я перебью на секундочку, а надо как-то специально наряжаться, или можно прийти в джинсах, в майке? А будут какие-нибудь преференции для тех, кто придет в длинном платье? Да, и может быть, есть какие-то бонусы. В колпаке с этой вуалью. Вам приятно улыбнуться. Что-что? Вам приятно улыбнуться. И на этом все. А так тебе никогда не улыбнуться. Бонусы закончились. Алена, вы так приятно улыбаетесь, это так приятно. Скажите, мы начнем издалека. Вообще, вот эти средневековые бои, они меняют характер женщины? Я не думаю. Ну вот знаете, когда вот одно дело, когда... Мы ничего не знаем о характере женщины и пытаемся... Поэтому мы, да, заходим с разных сторон. Ну вот можно себе представить, что слабая женщина, вот в споре с сильным мужчиной, может расплакаться, убежать. А сильная женщина, чемпион мира, в какой-то момент вот начнет или не начнет искать рукоятку меча? Я думаю, эти вещи абсолютно разные. То есть меч – это для спорта, для нашей номинации, для нашего увлечения. А отношения между мужчиной и женщиной – это отдельная сфера. Как бы они, ну, в боевом плане никак не должны пересекаться. Ну не должны, но рефлексы-то есть, боевые. Так, вот сейчас мы видим именно женский поединок, да? Прокомментируйте, пожалуйста, что это? Ну, здесь несколько кадров. Есть кадры с, я вижу, с Барселоны, это 2017 год, командные бои. Есть, в том числе, мелькают кадры одиночной номинации триатлона. Сейчас Таня Дерпенёва пытается завалить кого-то, да. Да, это девушки с украинской команды в жёлто-синих котах. Вообще очень так бодро всё идёт. Да, живенько, да. Вот не рассказывайте нам, что на женский характер не влияет вот такие… Там такой взгляд был у рыжей женщины, да. Из которых Таня Дерпенёва пытается завалить кого-то, понимаете? А в жизни она, значит, типа… Хрупкая и податливая. Не может такого быть. Всё-таки бойцовские качества какие-то в женщине же воспитывает, как-то пробуждаются к жизни. Мой коллега с надеждой-то говорит, ему нужно воспитать в одной женщине бойцовские качества. Ну, понятно. Скажем так, я считаю, что вообще в целом спорт, он воспитывает характер в любом человеке, как в мужчине, так и в женщине. Вот какой характер он воспитывает в женщине? Вот это интересно. Ну, если во мне, то это умение самоорганизоваться, умение собраться в нужный момент, там, достичь поставленной цели, то есть это такие хорошие положительные качества. Определённый здоровый уровень агрессии какой-то, ну, конструктивный, естественно. Я, знаете, вы накинулись на слабую девушку, а я хочу с Кириллом пообщаться. Кирилл, а к тебе тогда вопросы всё-таки по самым соревнованиям, вот виды соревнований, команды, которые ожидаются, звёзды, которые будут выступать, в общем, на кого имеет смысл обязательно прийти, вот ты бы посоветовал. Пожалуйста. Смотрите, основных номинаций будет представлено, ну, как минимум зрелищных номинаций прямо, на которые очень много народу приходит. Это массовые бои, то есть, как правило, 21 на 21, скорее всего, будет меньше, скорее всего, будет 15 на 15. Ну, в силу того, что ресталище не очень большое будет. Значит, основная номинация – это 5 на 5, которая будет представлена. Это как раз-таки одна из самых, ну, интересных, можно сказать, номинаций, поскольку там в равной степени присутствуют и личные качества бойца, очень-очень важные. То есть, если человек готовится полноценно, у него больше шансов что-то показать достойное. Если он этого не делает, это сразу видно. И также, ну, это, да, вот вы зря смеетесь, действительно, очень расхожее мнение присутствует у людей, и, как правило, которые не связаны с тематикой, что в массовом бою можно где-то отстояться, отсидеться, ничего не делать и так далее. Это не так, но… О-о-о! Да, это совершенно не так, но, тем не менее, такое мнение присутствует. Ну, подождите, то, о чем вы говорите, может, это вовсе не позорно, это определенная тактика? Ведь есть же какое-то в команде распределение ролей? Я просто спрячусь, а потом как выпрыгну. А потом он просто ходит и добивает. И всех битю. Ну, вот 5 человек, а они же какие-то разные функции выполняют, как в футболе, например. Это зависит, на самом деле, от структуры команды. В каждой команде все по-своему. Нельзя сказать, что в каждой команде там есть, допустим, какой-нибудь забегающий. Есть команды, в которых одни тяжеловесы, которые, ну, борются, допустим, хорошо. Или, там, не знаю, все алибордисты, к примеру, с древкового. Да, кстати, вот если какие-то… Если в одной команде все тяжеловесы, а в другой вот эти мухачи ловкие, взрывные, по 60 килограмм такие ребята. Да, то им и можно кидаться. Такое, может быть, есть какое-то по весу какая-то градация? Они просто загоняют. Да, в принципе, нет. Такого не присутствует. То есть, команда подбирается индивидуально. То есть, как бы люди вот собираются и решают, что, ага, мы вот выставим таким составом. Или, там, клуб как-то это решает. То есть, если это какое-то объединение клубное и так далее. И все, в общем-то, это единственное. Ну, вы же конкретно подстраиваетесь уже под противника. Вот это ты блесл своим вопросом. А, между прочим, вопрос был, я его помню. А скольки соревнования, какие команды, какие звезды? Продолжаем. Ладно. Значит, по поводу соревнований. Значит, основная это 5 на 5. Стоит прийти непосредственно на него, поскольку оно максимально может показать… Это в какой-то день или в какое-то время, или это будет идти оба дня? Постоянно. Ну, как правило, да, это такая номинация, которая будет идти все эти дни. Вот. Если что, ну, ничего не поменяется. Значит, это, ну, сами понимаете, это довольно индивидуальная штука. То есть, там может и какой-то перебой быть и так далее. И заминки по времени, всякое бывает. Вот. Конечно же, все это регламентировано. Конечно же, все это тайминг определенный у нас присутствует. Но бывают нюансы. Понятно. Вот. В первую очередь стоит, ну, соответственно, нашу смотреть команду сборную. Очень… WMFC. Нет, сборную России, в смысле. А, сборная России. Да, члены сборной России также будут присутствовать на данном мероприятии. Значит, на кого еще? На англичан очень советовало бы посмотреть, к примеру. Очень сейчас команда поднялась на, там, не знаю, на белорусов, к примеру. Очень наши хорошие товарищи. Слушайте, ну, вот, да. Ну, вот сразу интересно, например, посмотреть на англичан. А на что надо обратить внимание? Чем они сильны? Чем берут англичане, например? Есть такой юмор такой, значит, что в английской сборной очень много эмигрантов, так случилось. И у них некоторая часть команды состоит из поляков, словаков, словенцев и так далее. То есть, они, да, они члены сборной английской, они граждане Англии, но при этом они не англичане. Это достаточно интересный момент, к примеру. Ага. Вот. Ну, да. Эти мы сильны, да. Ну, не этим же сильны, конечно. Там есть очень достойные ребята, и не только, значит, вот эти. Но, да, они показывают очень достойные результаты. Вот, кстати, Джеймс Брукс сейчас на экране был. Это один из бойцов сборной Америки, сборной США. А это звезда? А он звезда, да? Ну, я затрудняюсь, честно говоря, сказать, звезда или нет. А есть звезда какая-то? А там есть такие звезды, как Криштиану Роналду и всякое такое. Вот у нас Алена Аниссимова слева от меня сидит, вот она звезда. Давайте так вниз. Алена, ну, мы, извини, мы будем задавать такие примитивные вопросы, потому что нас это, как сказать, мы давно общаемся с реконструкторами, но всё очень теоретически. Вопрос. Женские доспехи. Вот твои личные доспехи, в которых ты выходишь на ресталище, сколько весит? Если посчитать вместе с фальшионом и щитом, как я обычно говорила. Ну, да, 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 вот всё вместе. Там что-то около 25-26 килограмм. Нормально. Ой, какая красота. Мне кажется, я бы не встала. А это вот сейчас мы картинку видим, это всё-таки... Ты в этом выходишь? Нет, это просто фотосессия. А вот здесь, да, всё верно. А где ты здесь? Это с красным гербом. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот знаешь, вот женщины, вот мы видели немножечко вот видео, как вы там бьётесь, достаточно яростные такие бойцы. Сколько нужно женщин, чтобы завалить опытного мужчину? Затоптать. Я не смогу вам ответить. Ну, что значит опытного мужчину? Ну, бойца, естественно. Ну, такого тоже экипированного, тоже крупного, мощного, опытного бойца. Сколько нужно? Ну, да я просто хочу коэффициент вывести какой-то. Я даже не возьмусь. Ну, и если мы говорим о боях, я не возьмусь прогнозировать всё. Да и зачем? Интересно. У нас есть своя отдельная номинация, в которой мы дерёмся там друг против друга, девочки против девочек, и это... Девочки, это хорошо. Кто ваши главные соперницы будут? Вы же будете биться на этом чемпионате? Кто ваши главные соперницы? Сложный вопрос. Ну, если говорить о девушках из иностранных команд, это, я думаю, из Чехии девушки в прошлом году очень хорошо себя показали. Канада, если я всё правильно помню. Женщины-весорубы? Нет. Но они действительно очень стойкие девчата вообще. Стойкие девчата – это что значит? Прямой удар секиры в голову держат? В прямом смысле стойкие, они могут очень долго стоять на ногах, и их очень сложно завалить. Ален, скажите, пожалуйста, я вот такой вопрос задам. Бытует мнение, что женщины, они в принципе более агрессивны, чем мужчины, а в боях это как-то проявляется, или вам вот вы в своей категории боретесь, и очень хорошо, и не полезем мы никуда. Кто на поле ведёт себя более активно? Мужчины или женщины? Яростно, да. Мне со стороны всё-таки кажется, что мужские бои, они более такие бескомпромиссные. Но нельзя сказать, что женщины дерутся как-то слабее или с меньшей отдачей. У нас у всех, там, мы все выкладываемся на сто процентов. Мужчины всегда боятся. Алена, а скажите, вот, Кирилл, извини, но когда ты сидишь рядом с красивой женщиной, внимание всё-таки больше ей. Алена, скажи, а вот с чего всё начиналось? Вот, не знаю, вот это первый вот этот образ, который вот заставил взять в руки меч, это вот какая-то романья. Я не знаю, как это всё было? Кумир, может быть. Может, кино ты увидела? Я не знаю, кого там, Жанну Дарк или ещё кого-нибудь. Я с детства читала книжки про рыцарей. Да? А какая первая, вот, ну, помнишь её? Там же всегда женщина была в роли дамы и сердца. Там про женщин, кстати, нету. Знаете, вспоминаются ещё класси в пятом сказания Тиле Улиншпигеля. Там не столь про рыцарей, сколь, ну, вообще в целом. Но они рубились там активно. Ну, средневековая романтика, да. И вообще, в принципе, фантастические книжки самые разнообразные, конечно же. Там Май Венга. Ну, всё очень... Мы читали одни и те же книги, но какие же мы разные всё-таки в результате. Удивительно. Помидоров, задумался? Вспоминаешь, какие ты книги читал? Мне никогда после рыцаря Ай Венга не хотелось... Мне лук рубиться. А лук сделать неужели не хотелось? Лук. Модный. Да. Вот, 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 вот мы, что мы имеем в результате. Спасибо. Кирилл, всё-таки, знаешь, вот ты мне скажи, пожалуйста, вот ты не назвал звёзд. Вот, вот я задавал этот вопрос. Я хочу знать, вот, на какую звезду идти, а на фоне которой сделать вот этот вот селси-лук и так далее. И почему она или он звезда? Подстерегать. Для примера... Если, кстати, звезда ты, ты можешь об этом сказать. Нет, не могу. Для примера могу сказать, что будет такая у нас есть Светлана Фёдорова, к примеру, это вот капитан команды Лёниной. Значит, вот на неё очень стоит посмотреть, она очень классно дерётся, очень достойно всё. Значит, могу сказать, что Григорий Блонский, допустим, очень классный боец, очень наш хороший друг. Бойцы американской сборной, допустим, очень, да, они сейчас очень поднялись, очень хорошие результаты показывают. А вот наш парень ещё раз как? Григорий Блонский, допустим. Да, он в какой весовой категории, насколько он? Он супертяшест, не ошибаюсь. А там есть, вот если это личные соревнования один на один, это по весам всё-таки, да? Конечно, да, то есть, ну, там тяжёлый, супертяжёлый, лёгкий, средний вес. А это как в боксе самые зрелищные, тоже всё-таки какие-то тяжёлые и большие. Но я не сказал бы, что это самые зрелищные, поскольку сами... А они ходят с трудом. Нет, они не ходят с трудом, но просто скорости немножко разные. То есть, допустим, если брать лёгкий вес, вот, допустим, у нас Вячеслав Леваков, нынешний чемпион мира, в лёгком весе, в номинации один на один, совершенно разные скорости между супертяжем и лёгкими. Ну, если по истебук смотрели, вы знаете, о чём речь идёт. Ну да. А скажи, пожалуйста, вот у крупного мужчины сколько весит доспехи? Вот твои доспехи сколько весят? Тут просто у Алёны 25, а у тебя весь комплект, всё, что надевается на... Да, я понял. Ну, плюс-минус где-то вот килограмм 30, может быть. А, ну, то есть, в принципе, женщина тащит такую же лямку, как и мужчина. Да, очень большие молодцы у нас. Они не только красивые, но ещё и доспехники, как мы. Они не только красивые, они очень красивые. Они очень красивые, да. Так, слушайте, давайте поговорим по поводу правил всё-таки. Вот мы много знаем, но есть наши зрители, уважаемые, они смотрят в первый раз. Давайте ещё раз объясним этим людям правил, чтобы им было интересно на соревнованиях на вас смотреть. Значит, смотрите, у нас на наших мероприятиях присутствуют... Ну, судейством занимаются судьи мировых категорий, как правило. У нас есть определённая судейская бригада, которая выезжает, в том числе, в другие страны, на другие фестивали, которые проводятся под наши гиды, и не только. Значит, в первую очередь, что нельзя делать? Нельзя рубить под колено, потому что это очень серьёзная травма. Очень нельзя, короче, этого делать. И там нет железа, да? Там, да, и оно просто невозможно его защитить. Это вот исторически так сложилось, что там его просто не может, иначе не согнётся нога у тебя. Нельзя наносить колющие удары куда-либо, потому что... Ну, очевидно, почему, поскольку можно, допустим, в глазницу попасть, она достаточно широкая, и будет очень серьёзная травма, вплоть до... Ну, плохо, короче, будет человеку. Нельзя, сейчас скажу, нельзя захватывать за шлем оружием. Оружием? А руками же можно? Да. Можно, допустим, провести бросок, к примеру, но не оружием, вот так скажу. И нельзя, значит, есть такое правило трёх точек, то есть две точки – это ноги, третья точка – это что угодно. Это может быть рука, голова, спина, что угодно. То есть, если ты коснулся чем-то ещё пола, ты садишься, ты выбываешь из боя. То есть, можно просто повалить, человека заставить? Да нет, а просто вы это. А вот то, что хватается за вот этот забор, ну, как это называется правильно? Уристалища, уристалища. Уристалища, да, вот за барьер. Это честно? Да, это вполне честно, это можно делать. То есть, можно держаться и висеть на нём, пытаясь до последнего там. Да, 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 это в рамках правил, значит, это можно делать. Допустим, около бортов, а, существует ещё такое правило, допустим, если человека выбросили за аресталища, то есть, допустим, вот он боролся, стоял с другим человеком, его подняли и, ну, выкинули, в общем. Да, ты не зря смеёшься. Так просто. А он раз и на ноги встал, ну, двумя точками коснулся. А это неважно, он уже за аресталищем находится, он уже всё. А, он уже проиграл. Это как сумо, да, типа тебя? Ну, вроде того, да. Знаете, помимо тех рассказов о тех событиях, которые будут на чемпионате, вот тут кадры были, там костёр, там ведьмы, вы же будете жечь? Я думаю, нет. А вот это было что? Просто довольно выразительный костёр. А это как раз один из вот зрелищных интерактивов был. Показывали какие-то исторические пляски, значит, счастливых язычников. Ну, понятно, как это бывало в Европе средние годы. Алёна, скажите напоследок, вы кого-нибудь выкидывали с аресталища? Был дел пару раз, да. Алёна, а вы? Мне не удалось ещё ни разу. Давайте так, по-честному, а вас? А вас выкидывали? Нет. Меня тоже нет. Ну и не надо. Мы вам вообще желаем побед, наград, славы, я не знаю, кубков, чего там, что полагается. Вот Кириллу, кстати, полагается вот эта благосклонность прекрасной дамы по результатам победы. А на что рассчитывать Алёны, я не могу сказать. Я не знаю, что вообще, кроме медали. Мы её превозносим всячески. А, вот так вот. Алёна может выводить для себя любого. И что сказать, чтобы он её превозносил. Житый. Хорошо. Будешь мне носить на руках. Спасибо. Значит, у меня, пока они там это шутят, у меня просьба о контрамарочке хотя бы две. Оставьте. Скажите да, но можете обмануть его. Он не сможет. А у меня телефон ваш есть, Кирилл, извините, вот бумага, телефон. Спасибо большое. Так что я обращусь, скорее всего. Спасибо. Можно будет? Конечно. Время, время, хватит пользоваться. Я уладил, пожалуйста. Нашим друзьям пора готовиться к выступлениям. Кирилл Аркищев, боец, член команды WMFC, организующий чемпионат мира Кубок Динамо. И топовый боец женской сборной Российской Федерации по средневековым боям. Чемпионка мира по историческому средневековому бою. Алёна Анисимова. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.